Поколение Z станет грабовщиком нынешней власти. Общество, проблемы национальной политики 18 октября 1946 поколения Z станет грабовщиком нынешней власти правительства, согнув в дугу пожилых людей. Скоро будет иметь дело с теми, кому пофиг авторитеты и 20 кнопок ТВ. Александр Ситников. Комментарии в просмотрах 4347. Фото, Сергей Карпухин, ТАСС-ученые назвали главные страхи поколения Z. Это экологические проблемы и киберпреступления, сообщила российская газета, официальный печатный орган правительства РФ, ссылаясь на экспертов-ученых из Института психологии РАН. Не ставя под сомнение компетенцию уважаемых специалистов, тем не менее, хочется воскликнуть неужели? Оказывается, в нашей стране повсеместная бедность, отсутствие социальных лифтов, коррупция власти, нищие пенсионные обеспечения волнуют молодых людей в последнюю очередь. Напомним, термин поколения Z, которое еще называют I поколением или цифровыми детьми, обозначает людей, родившихся в 1995 году и позже. На их детство пришлось массовое внедрение гаджетов, в том числе смартфонов и планшетов, работающих в мобильном интернете. Они днюют и ночуют в Instagram, Facebook, WhatsApp, ВКонтакте, Skype, значит, социализируются в значительной степени через социальные сети. В ряде изданий, в том числе и в вышеупомянутом правительственном портале RG, о поколении Z, однако говорится, как о людях родившихся после 1999 года. Вероятно, имеется в виду некоторое отставание развивающихся государств от передовых экономик, что не позволяет конкретно нашу российскую молодежь, появившуюся на свет в 1995-1999 годах, отнести к Z. Читайте также. Состоятельными личностями в возрасте 24 лет. В РФ самым старшим МЗТом едва исполнилось 19 лет. Согласитесь, с учетом динамики жизни разница существенная. Первые уже закончили университеты, вторые только что сдали ЕГЭ. Отметим также еще один момент. Сафровые дети США и ЕС не зациклены на одном политическом лидере, а у нас они родились и повзрослели. Как выразился кремливский идеолог Сурков, только при путинизме и, следовательно, в условиях мощной проправительственной пропаганды базовыми средствами массовой информации ТВ. Поэтому, говоря о страхах поколения Z, все-таки следует уточнить, что РГ имела в виду исключительно современную российскую молодежь. Если верить экспертам из Института психологии РАН, нашим подросткам деньги нужны постольку поскольку, малоинтересны казнокрады из ядра, главное чтобы мусорная реформа состоялась. Если говорить о западной, более взрослой цифровой молодежи, то, как отмечает газета The New York Times, ссылаясь на многочисленные зарубежные исследования, поколение Z. Это самое материально обеспеченное, технологически насыщенное, но формально образованное поколение, которое когда-либо видел наш мир. Сафровые дети родились после 1995 года, еще не работая полный рабочий день, производят больше контента в сутки, чем предыдущее поколение за всю свою жизнь, отмечает Night. Более того, они никогда не жили без высоких технологий и гораздо более искусных использований, чем старшее поколение. Когда им рассказывают, что совсем недавно не было интернета, они искренне удивляются это как. Именно поэтому они не хотят традиционно учиться, просто берут из всемирной паутины готовые решения, что, естественно, вызывает ужас у преподавателей. Если трудолюбивые X и прагматичные Y старались изменить мир в лучшую сторону или хотя бы несли ответственность перед обществом и семьей, то дети Z по определению эгоисты и индивидуалисты. В этом плане они чрезвычайно опасны для автократии и бюрократии. В частности, The New York Times подчеркивает, что недвижимости или машины важны им как средства достижения комфорта, но не как активы. Кстати, Трамп, над которым много иронизируют, это понимает, предпочитая играть на поле цифровых людей, строча острые твиты. Более того, есть исследования, подтверждающие эффективность такой избирательной кампании. Словом, Z больше верят так называемой вирусной информации, чем прекрасно оплачиваемым пропагандистам, вещающим из голубых экранов. И в самом деле, обзор ряда российских форумов родителей поколения Z показывает, что цифровые дети совсем не такие, как их папы и мамы. Они не верят взрослым, критикуют авторитеты, не поддаются пропаганде и смотрят на мире через призму своего «я». Россия не послушалась Путина и Скворцову, начав потихоньку вымирать. Рассказы о долголетии скрывают демографический кризис и социальные проблемы. Ладно, мы. Мы жизнь прожили, мы, пусть и не все, но многие все-таки войдем в положение нашего президента. Иначе Майдан и нищета, хуже того война с американцами, ведь на то границе, немцы душат санкциями, размышляет 77-летний дед Иван. С ними, малолетками, которые сидят в интернете, это бесполезно. Нет над ними Бога и царя в голове. Практически сразу после публикации в РГС статьи о страхах зетов, президент России Путин поручил Кабинету министров регулярно проводить исследования о поведении молодых людей в интернете и об их потребительских предпочтениях. Понятно, тезис о потребительских предпочтениях притянут за уши, поскольку в данном случае речь может идти только о товарных брендах, которые, как известно, в нашей стране имеют иностранную прописку. С чего бы президенту знать, какие, к примеру, кроссовки покупают подростки? Видимо, наверху стали догадываться, что поколение Z будет дружно голосовать против нынешней власти, хотя бы потому, что Кремль попутал свое место в системе ценностей цифровой молодежи, считая то, что хорошо государству, хорошо и гражданам. Выходцам из 90-х, поменявшим распальцовку на строгие костюмы, придется иметь дело с теми, кому пофиг на авторитеты, 20 кнопок ТВ и даже на недавний рост уровня жизни в сытые годы. Новости внутренней политики, Кудрин рассказал, сколько денег нужно, чтобы исправить ситуацию с жильем для сирот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова